Поговорим сегодня о проблеме с центром обновления Windows 10. Вот такого типа ошибка. Может быть какого-либо и другого. Попытаемся решить ее. Во-первых, на панели задач нажмем поиск, введем службы и проверим наличие некоторых служб и убедимся в том, запущены ли они. Рабочая станция службы должна быть запущена, то есть в состоянии, должна она выполняться, выполняется. Второе. Фоновая интеллектуальная служба Bits тоже должна выполняться. В моем случае она не выполняется. Нажимаем свойства и запускаем службу. И должна быть еще одна служба центр управления Windows. Она тоже должна быть запущена, но я обнаружил, что в моем случае ее просто нет. Она отсутствует. От этого и будем отталкиваться. Если все службы у вас есть перечисленные, но все равно центр обновления выдает ошибку, во-первых, что необходимо сделать? Во-первых, попытайтесь устранить проблему с помощью стандартной утилиты от Microsoft по обнаружению неисправности. Ссылочку я оставлю в описании на сайт. Выбираем Windows 10. Скачиваем средства устранения неполадок. Центр обновления. Запускаем ее. Нажимаем далее. Она нам предлагает попробовать найти проблему от имени администратора. Нажимаем. Возможно, это и устранит вашу проблему. Это первое. Я не буду дожидаться окончания. Итак, двигаемся дальше. Если вам не помогло стандартное устранение неполадок, нажимаем поиск. Ищем с помощью команды CMD командную строку. Запускаем ее правой кнопкой мыши от имени администратора. И пытаемся ввести следующие команды. Первое, что мы сделаем, это сбросим кэш-центра обновления. Копируем сразу все команды. И вставляем в командную строку. Если вдруг здесь остановилось, нажимаем Enter. И проверяем. Еще раз повторюсь, мне это не поможет, так как у меня вообще центр обновления, служба отсутствует. Это второе. Этот файлик я прикреплю к видео по ссылочке в описании. Вы сможете копировать напрямую. Если это вам не помогло, вы можете сделать следующее. Восстановить системные файлы с помощью команд Dism и команды CFC с канал. Копируем их по очереди и вставляем в командную строку. После каждой команды дожидаемся 100% выполнения. Это займет какое-то время. Я этого делать не буду, я это уже пробовал, мне это также не помогает. Но вам вполне может помочь. Если вдруг и этот способ вам не помог, идем к следующему способу. Следующий способ это остановка команд и их запуск. Здесь придется скопировать все по очереди и каждую команду остановить. А потом скопировать по очереди и каждую службу запустить. Есть еще несколько способов, я их показывать не буду, я просто прикреплю файлик к видео. Также в описании ссылочку найдете. В нем будут еще несколько способов, как исправить ошибки в центре управления Windows. Сможете посмотреть остальные. Так как центр обновления, еще раз скажу, служба у меня отсутствует. То в моем случае я сделаю следующие шаги. Заходим в браузер. Данная ссылочка также будет в описании. И скачиваем Update Assistant. Я им уже пользовался. Windows обновилась, но проблема моя не устранилась. Вот этот файлик. Показывать я в принципе не буду, как он работает. Последовательно выполняете просто все инструкции. Запускаете его и выполняете. И очередной способ. На этой же страничке есть ниже программка. Она также обновляет Windows 10, как и предыдущая. И вот данная программа вполне может вам помочь, если вдруг отсутствует у вас служба центр обновления. Также ее скачиваете. Вот она. Программа называется Media Creation Tool от Microsoft. Все программы относятся к программному обеспечению не пиратскому. Они лицензионные. Именно на сайте Microsoft, как вы видите. И также выполняется обновление. В принципе, вот эти две программы, они идентичны. Здесь запускаете Media Creation Tool, выбираете обновление. И дожидаетесь окончания обновления. Сразу скажу, что это займет огромное количество времени. Но это почти что крайняя мера по лечению данной проблемы. Будет какое-то время выполняться подготовка. Далее выбираете обновление Windows. И далее по инструкции. Показывать не буду. Не вижу смысла. Думаю, все сами могут в этом разобраться. В моем же случае, после выполнения этой программы, точнее, даже не дождавшись ее окончания, вылетела ошибка. И после четырех часов ожидания, это крайне меня взбесило. И последним пунктом, что я скажу, что можно сделать в этой ситуации, это просто переустановить Windows. Это последняя мера, которая сто процентов вам поможет. Чем я сейчас и займусь. Переустановил я Windows. Другого выхода здесь я не нашел, как бы я ни старался. Вот, посмотрите. Центр обновления Windows появился. В принципе, ничего из нижеперечисленного мне не помогло. Поэтому вот такое вот действие. Почему снимаю с телефона? Да потому, что еще не установил Bandicam. Да и желания пока что нет. Надеюсь, что я вам помог. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok